Для Дмитрия Березина, настоятеля Молоковского храма, важной задачей является подружить и объединить прихожан. Вместе со священнослужителями он организовывает паломнические выезды, различные мероприятия и встречи. Родным храм Казанской Божьей Матери стал для сотен людей разных профессий и сфер деятельности. А в 2014 году вместе с прихожанами отец Дмитрий создал мобильное приложение «Православная библиотека», которое на сегодняшний день уже скачали 150 тысяч раз. В этой библиотеке более 2000 книг. Можно с телефона спокойно найти книгу, которая нужна, скачать ее и читать. Это книги православной тематики, художественная литература и несколько сот аудиокниг. Можно их слушать. Но прихожане решили пойти дальше и в рамках приложения создать собственную книгу, содержащую перечень святых мест области. Благодаря ежегодным велопробегам, которые для прихожан уже стали традицией, знаний о храмах и монастырях достаточно. На велосипедах они проехали сотни километров и посетили десятки церквей. Информация о них и вошла в книгу. Святыни Подмосковья – это универсальный путеводитель с удобным поиском. Все храмы распределены по районам, также их можно найти по названию в поиске. Есть много людей, которые просто, проезжая мимо, заезжают в храм или в монастырь какой-либо. И чтобы узнать, какие святыни есть в этом храме, можно как раз воспользоваться этой библиотекой. Помимо того, что она имеет другую пользу, там есть книга, которая называется «Святыни Подмосковья». Свой проект священнослужитель и прихожане отправили на премию губернатора «Наши Подмосковья». Тем более, что опыт участия уже был. Идея нашла отклик у жюри, и проект «Святыни Подмосковья» победил в губернаторском конкурсе. У нас батюшка очень замечательный. Мы его все очень любим, и мы очень рады все, что он стал победителем премии «Наши Подмосковья» и желаем ему новых побед. Выигрыш участники проекта планируют потратить на развитие велоспорта, чтобы иметь возможность посетить еще больше святых мест и рассказать о них в книге «Святыни Подмосковья». Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.